Знают ли жители региона великий и могучий на отлично, покажет тотальный диктант. В республике его написали свыше 500 человек. Грамотность горожан проверяли и в Чуварском национальном музее. Здесь образовательная акция прошла впервые. Подробности в следующем материале. Людмила Рокчеева учитель начальных классов и уже была отличником тотального диктанта. Заветную пятерку, по ее словам, поможет получить только усидчивость. Конечно, внимательно слушать и использовать весь свой резерв в головном мозге. То, что у нас есть вот это. И, наверное, это все-таки еще интуиция тут влияет, я так считаю. И кто много читает, конечно, тот грамотно пишет, как правило. Каждый год пишет диктант и ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров. Вуз совместно с газетой «Советская Чувашия» организаторы акции. За парту села и директор музея Ирина Менчикова. В тотальном диктанте она принимает участие впервые. Я свои недостатки в языке знаю. Ну и тем не менее я постаралась написать, насколько это максимально возможно это написать. Раз это захватывает такое огромное количество людей, любопытных, готовых написать, я думаю, что это очень важно именно в том, что столько людей объединяется в одной акции. Участников акции в Чувашском национальном музее вдохновляла вышитая карта России. Символично, что диктант писали с видом на регионы Дальнего Востока. Его исследователю Владимиру Арсентьеву был посвящен рассказ писателя Василия Авченко. Его читала заведующая отделом Чувашского национального музея Елена Гальперина. Видя, что происходит с природой из-за бездумного отношения к планете и желания поскорее извлечь выгоду, называл человека бечом Земли. Проверить свою грамотность мог каждый, кто этого пожелает. К 20-й по счету акции присоединились школьники, студенты, журналисты, педагоги, работники предприятий. Анастасия Корягина раньше была волонтером тотального диктанта, а теперь и она в рядах участников. В некоторых местах только были сомнения, но я проверяла себя как раз-таки, вспоминая правила русского языка. Вот. А в орфографии тоже, получается, были сомнения. Но, думаю, я не ошиблась. Ждать оценки долго не придется. Результаты будут известны на сайте тотального диктанта после 13 апреля. Дмитрий Ковалев и Анастасия Ковалева. Республика.